Девушки отдыхают Отвлекитесь на полчасика, отдохните и проведите это время вместе с нами в деревеньке Ни одного скотоместа, тойных коров, не должно быть свободным Мы построили для коровы дворец, этот дворец должен быть заполнен любыми судьбами Корма с максимальным сроком годности для самых продуктивных буренок Президент Беларуси Александр Лукашенко знакомился с сельскохозяйственным потенциалом региона Такие справы, которые полюбшают душевный стан Искусство в массы Художники Беларуси, России и Украины оставили делару кисти своей сельской галереи искусств А это растение называется спаржа Я его оставляю для украшения букетов Потому что вот эти вот метелочки пушистые, они такие нежные, они украшают любой букет любых цветов Ижели это та спаржа, которую едят? Да, это та спаржа, которую едят Но едят ее, когда она молоденькая и только вылазит из земли Дачник-дачнику товарищ В садовом товариществе химик делится секретами органических продуктов Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом в Могилевскую область И, конечно же, не мог обойти вниманием сферу сельского хозяйства Глава государства посетил открытое акционерное общество Александрийское в Шкловском районе И молочно-товарную ферму Храпы в Круглянском Качество вопрос номер один Эту сельскохозяйственную аксиому глава государства относит в первую очередь к кормозаготовке От нее во многом зависит молочный потенциал страны и региона Требование времени, кормовые запасы с максимальным сроком годности в герметичной упаковке Это альтернатива традиционной закладки в силосные ямы и лучшее меню для высокопродуктивного стада То, что делается в яме, когда закладывается, измельчается, трамбуется и герметизируется Это сейчас делается в одной машине Сегодня нас особо поддерживает отзывы аграрию Когда они говорят, как закрыли летом, так и открыли зимой Она тот же такой, и запах у нее, и вкусовые качества, и поедаемость хорошая Стоимость расходных материалов, полимерные материалы, они, конечно, имеют цену Отдача от этого корма должна превышать вот эти затраты, которые происходят, которые мы несем И когда это срабатывает, это самое лучшее Разработкой качественных и экономичных пресс-подборщиков и упаковщиков сейчас занимаются и белорусские инженеры Первые успехи уже есть Так, Литский уборочный комплекс, хозяйство обойдется в 300 миллионов белорусских рублей Зарубежный аналог на миллиард дороже Эту машину надо делать настоящую И внимание должно быть капитальное к ней Ну и рукав Рукав — это хорошее дело И надо сориентироваться там, где нет сегодня траншей Может быть, их и не надо строить На примере МТФ «Храпы» Круглянского района Глава государства интересовался развитием мясомолочной отрасли После завершения реконструкции на ферме займутся разведением элитного поголовья По пути реконструкции пойдут в этом году 1208 МТФ Беларуси Порядки 15 триллионов денег нам необходимы для того, чтобы завершить полное строительство 1208 фермы Это совершенно новые объекты с дайвным залом Построены по-современному Те, которые отвечают именно передовым образцам европейских наших стран На таких объектах мы должны производить молоко не ниже 7 тысяч километров молока Для страны это к 2015 году мы должны обеспечить, по крайней мере, выход на объем молока в 10 миллионов тонн Ни одного скотоместа, тойных коров не должно быть свободным Мы построили для коровы дворец Этот дворец должен быть заполнен любыми судьбами И это должно дать прирост скота и молока Сейчас в стране продолжается второй этап косовицы Итоги работы, в том числе и с современными технологиями, аграрии ощутят уже этой зимой В продолжении визита предметный разговор с руководителями районов провел и председатель Могилевского облсполкома Петр Рудник Сейчас главная задача для аграриев не только собрать урожай, но и сохранить его Семинар совещания в Быховском районе начали с подведения предварительных итогов работы Главная забота хозяйств – люди, ведь именно от условий и безопасности их труда во многом зависит благополучие всей отрасли Между тем более 60 сельхозорганизаций Могилевщины в этом полугодии выплатили заработную плату сотрудникам с опозданиями Также на повестке кадровый вопрос В области не хватает около тысячи механизаторов, которых на время жнева пригласят из других организаций Технический вопрос красной строкой Ученый предметно демонстрирует все технические но, с которыми может столкнуться комбайнер на уборке Крупное зерно не выскакивает, а рапс очень сильно течет в этих местах Поэтому вот обязательно для младших устройств один, два, три места Профилактика потери зерна поможет сохранить на уборке до 40% рапса и до 20% хлеба Которые буквально остаются на земле по пути на зерноток Техническая скорость комбайна 8-9 километров Ну пускай 6 идет Тогда он поднимает повыше мотовила И за счет упругости массы она сама заскакивает у шнек А если он будет идти медленно И чтобы подать массу в шнек, он опускает мотовил Он мотовил обливает все зерно Сейчас хозяйство области пополняет свои сельхозпарки На современные уборочные комплексы область рассчитывает при производстве большого молока 170 сельскохозяйственных организаций, которые занимаются производством молока Ну и соответственно такое же количество сегодня современных комплексов хотелось бы иметь Но эффективность использования их должна быть самая максимальная Поскольку это миллиард 300, миллиард 200, то что стоит один комплекс Решение принято следующее Промежуточное, своего рода Мы возьмем 20 и один у нас находится уже на испытаниях И будет в каждом районе по одному комплексу Я поручил председателям райисполкома, чтобы они персонально руководили Работает высокопроизводительная техника 400 тонн за 8 часов Это то, что комплекс может подготовить, заготовить травяных кормов По современным технологиям встреч пленку Руководитель области поручил хозяйствам отработать меры кужину без потерь В ближайшие дни подобные семинары пройдут во всех сельхозорганизациях региона Не успело лето распуститься красками, как торопится к нам осень На полях области уже приступили к уборке озимого рапса Собрано более 2000 гектаров семян многолетних трав А некоторые хозяйства даже уже взялись за уборку зерновых Техника на мехдворах области рычит моторами и рвется в бой Подкрутить гайку, проверить работу двигателя Уже сегодня Владимир Жук, один из лучших механизаторов сельхозпредприятия Михалевский Собирается выйти в поле на пробную уборку озимого рапса Подсматриваем еще что-нибудь Где подкрутить, где подмазать, где уплотнить Покуда время вот дают нам Скажут в поле, все, рванем в поле На осушильном комплексе все сияет чистотой Первые машины рапса готовы принять хоть сейчас У нас два осушильных хозяйства В принципе, они у нас уже готовы неделю тому назад Которые мы провели полную готовность сушилок И сделали приемку двух зернотаков Как и комбайны зерноуборочные, комбайны по хозяйству В этом году сельхозавтопарк области пополнился девятью десятками высокопродуктивных комбайнов На уборочную сегодня готовы выйти 1600 машин На техобслуживание уже и средства отложены 6 миллиардов белорусских рублей Сегодня задача стоит, чтобы поддержать работоспособность комбайнов в поле Для этого создан запас На складах сервисных центров имеется около 10 миллиардов На сумму около 10 миллиардов запасных частей И будут работать в режиме круглосуточном Бригады сервисных центров, их 30 Деревеньке остается пожелать хлеборобам доброй погоды и скорейшей уборки Первый хлеб попробуем вместе 20 июля в Полоцком районе пройдет традиционный республиканский фестиваль по сбору лесных ягод Черника-2013 В нем примут участие более 120 команд со всей Беларуси К слову, присоединиться можете и вы А пока раздумывайте, посмотрим традиционную рубрику Агрогид Специалисты ветслужб принимают все меры для того, чтобы Могилевская область не коснулась проблемы так называемой африканской чумы Комплекс необходимых мер в хозяйствах области проводится с 2011 года Об этом заявила главный государственный ветеринарный врач области Елена Шибут По ее словам, работа ведется ежедневно и планомерно С учетом того, что болезнь поражает и диких, и домашних свиней Ветеринары просят хозяев быть особенно внимательными к состоянию своих питомцев Заболевание характеризуется высокой температурой Высыпанием в виде пятен на подбрюшьях, кончиках ушей Вот если такие признаки вы обнаружите у своего свиньи, не следует скрывать это Потому что все равно это потом выльется в неприятную ситуацию В обязательном порядке нужно ставить в известность ветеринарных специалистов Которые обслуживают или которые могут обслуживать ваши подворья Не приобретайте ни комбикорма, ни мяса, ни животных там, где вы не уверены в биологической безопасности Рыбалка в Беларуси может стать платной Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов Опыты ряда европейских стран, Италии, Польши и других показывают, что оплата может производиться посредством современных технологий Так, например, в Эстонии рыбалку можно оплатить с помощью мобильного телефона В настоящее время в рядах Белорусского общества охотников и рыболовов состоят более 25 тысяч рыболовов-любителей Ежегодный взнос за возможность рыбалки составляет сейчас одну базовую величину Вырученные средства пойдут на научную работу, зарыбление водоемов, развитие спортивного и любительского рыболовства Совсем скоро на туристической карте Могилевского района появится еще один маршрут Со дня на день в агрокомбинате Приднепровский откроется настоящая страусиная ранчо Чем нас порадует чудо-птица, выясняли корреспонденты деревеньки Отдохнуть, подкрепиться, а заодно посмотреть на самых больших в мире птиц Со дня на день на автотрассе Могилев-Чауса в близ деревни Медведовка Первых посетителей примет страусиная ранчо Сейчас здесь все доводит, как говорится, до ума А ведь будет это не просто объект придорожного сервиса, говорят в агрокомбинате Приднепровский Но и агро-экотуристический комплекс Люди едут, едут, спрашивают, останавливаются Я бы сказала, супер! Человек едет, здесь же с трассы, Россия И эти Климовичи, это же тоже не близко Люди едут с семьей, особенно летом Чего не остановиться с ребеночком, не пойти, не покормить и со мной не перекусить Потому и отдых продуман до мелочей Можно сказать праздник, день рождения и даже маленькую свадебку И, конечно, придорожный такой бы сервис Заехали люди с компанией, здесь заказали Там какое-то горячее блюдо Очень интересное меню будет здесь разработано Там будет маленькая кухонька На втором этаже будет небольшая гостиница, где можно будет даже переночевать Программу обещают более чем насыщенную Последние работы завершаются в кафе самообслуживания Здесь можно будет самим приготовить шашлычок из страусиного мяса А для ребятишек организуют поездки на лошади, пони и ослики И, конечно, главным развлечением станет знакомство с самыми экзотическими для наших широт птицами На ранчо их около 250 Кстати, здесь же можно приобрести и сувенирчик от страуса Для полноценного объекта придорожного сервиса в перспективе планируют построить еще и банный комплекс Баня будет, местное место отдыха Это что будет? Баня Чтоб человек ехал, например, на трассе ехал, заехал, в баню сходил, душ принял, кафе покушал Ну а сейчас осталось благоустроить территорию, высадить зеленые насаждения И путь на предприятие, уверены, такой оригинальный объект привлечет внимание не только белорусских туристов Чем старше становишься, тем больше начинаешь проникаться духом природы А если ты еще и горожанин, то так и тянет обзавестись настоящей дачкой Деревенька погостила в садовом товариществе «Химик» Одном из самых крупных в нашей стране Оно насчитывает более полутора тысяч участков Галина Андрейчикова, председатель садоводческого товарищества «Химик» Свой участок, как и многие здесь, получила в середине 80-х С тех пор набралась опыта и урожаи выращивают отменные Как вы думаете, что это? Это у меня клюквочка, она у меня плодоносит, вот второй год Первый год она дала вот такой вот урожай Я очень рада Да, вот такие они, как вишни Ну вот она сейчас цветет Вот маленькие цветочечки, правда ягода еще не завязалась, ничего Но потом они завяжутся и будут ягодки И как бы в этом году она уже в два раза больше цветет Я очень рада, я ее часто поливаю Да уж, клюковка у многих и вишней помельче В этом сезоне, говорит хозяйка, гороху родил, фасоль, красной смородиной Все ветви увешаны, ешь не хочу А это растение называется спаржа Я его оставляю для украшения букетов, потому что вот эти вот метелочки пушистые Они такие нежные, они украшают любой букет из любых цветов Неужели это та спаржа, которую едят? Да, это та спаржа, которую едят Но едят ее, когда она молоденькая и только вылазит из земли Вот эти вот выходят уже из земли, отрезают, разгребают землю и вот это вот забирают Их отваривают и поджаривают с луком Разве у меня диковинки, улыбается Галина Тимофеевна Вот я вас с Михаилом Залогой познакомлю Человек, который знает секрет урожая фруктов Бывает, ни у кого в товариществе яблок нет, а у него урожай Хозяина мы застали за работой, избавлял яблоню от приболевших веток Эти яблони посажены и выросли 25-26 лет тому назад С маленьких таких дичков, которые росли в лесу, я выкопал их и посадил Дичок То есть лесные яблони? Нет, дичок И корень там дикий А дальше я привил, вот здесь три сорта привито на этой яблони Посмотрите, как они выживаются втроем на одном корме еще? А это все зависит от дикого корня, потому что он тянет все к кругу Если посадить на этой земле натуральное дерево, натуральный корень Оно через 15-18 лет и гибнет А еще делится секретами бывалый дачник По весне, когда температура еще не поднимается выше плюс 5 Оберните яблони и груши специальным ловчим поясом Тогда вредители по стволу до цветов не доберутся И будет ваш урожай в целости и сохранности С секретом премудристям Михаил Иванович научился у своего отца У него и самого трое сыновей Но все заняты В райский уголок к родителям только отдыхать ездят Здесь неподалеку, кстати, и озерцо имеется Деревеньке показалось, что дачный поселок похож на мини-курорт Кстати, наш химик – самое большое товарищество в республике С гордостью говорит Галина Андрейчикова Около полутора тысяч участков А вот и стенд с фотографиями, где вся жизнь химика как на ладони Даже есть увлечение и петушок, и сено для коз, и вот поросеночек есть Летом жизнь здесь кипит, и на каждой улочке есть чем полюбоваться А названия улиц какие – Абрикосовая, Виноградная и даже Тинистая имеется Пойду по Абрикосовой, верну на Виноградную И на Тинистой улице я подстаю в тени Вишневые, тушевые, зеленые, прохладные Как будто кец вода мне ведут меня они А между тем, все самое прекрасное в природе на своих полотнах Запечатлевают известные художники Беларуси, России и Украины Которые вот уже во второй раз приехали в колхоз Родина Белынического района на пленэр К слову, колхоз Родина – единственное в Беларуси хозяйство, которое создает собственную художественную галерею Десять сельских пейзажей и портреты ветеранов труда пополнят фонд сельского музея В колхозе Родина Белынического района две недели, не покладая кистей, трудились художники Давние знакомцы этих мест ПНР от Родины – подарок тружникам села Приурочить в этом году решили к празднику деревни Мне очень приятно, что со слезами радости идут сюда люди уже пятый год Готовясь, как мне есть выражение, одевая свою кофточку новую старушке Да и мужики, слава Богу, идут сюда на праздник Очень радостно, что связь из разных республик, разных городов с разным интересом Пришли познакомиться с жизнью и бытом народов Белоруссии Это великолепно, земля богата своими урожаями И это подкупает художников, потому что рядом с фиалками растут какие-то фиолетовые, синие цветы Отражение в воде, облака прекрасные То есть живи и радуйся Сельчане в Родине в почете Им в календарном году аж пять праздников посвящено На День Петра и Павла чествуют именно ветеранов труда Коих в хозяйстве 360 Некоторые персоны, особо уважаемые, не только среди зрителей, но и на полотнах запечатлены Такие справы, которые поляпшают душевный стан Не только про кишенью думающих, а и про духовность И то, что сегодня свято Вот это, так сказать, православное, оно совпадает с интересами огульной массы Вот такое объединение, певно, повышает знач на нашу духовность Чем мы вельми запотребованы Показать путь развития хозяйства, его прошлое и перспективы на будущее Вот перед художниками стояла очень серьезная задача Как мы ее поняли, так мы ее и попытались выразить в своих произведениях Кстати, в Вишове завершают строительство зала музея этнографии и художественной галереи Экспонаты в которые приносят и сельчане А это значит, что жизнь, даже ставшая историей, найдет свое продолжение и в будущем 17 июля по народному календарю отмечается день Андрея Наливы Считается, что именно в этот день происходит играние месяца Если он то прячется за облаками, то меняет свой цвет Жди хорошего урожая Следить за небесной канцелярией мы будем обязательно Но и о делах насущных забывать не станем Так что встретимся ровно через неделю Все в той же деревеньке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok